И давайте знакомиться. Николай Филипповичу всё, что хочешь по плечу. Хоть прописки нет московской, он у нас рысак Орловский. Николай, 70 лет. Всегда влюблялся, как в последний раз. Но первая избранница променяла его на увлечение алкоголем, вторая на другого мужчину, третья на большие деньги, а четвёртая бросила на произвол судьбы в другой стране. Николай по образованию режиссёр. Работает электриком в театре. Гордится своим уникальным домом и многолетним стажем работы Дедом Морозом. Предупреждает, что почти не ест мясо и любит сок из молодых побегов клёна. Николай избегает курящих и сильно накрашенных женщин. Мечтает жениться на душевной красавице, которая будет ему подпевать, подтанцовывать и восхищаться его остроумием. Здравствуйте, мальчики! Здравствуйте, девушки! Мы так вам рады! А мы вам! Ой, так здорово всё началось! А сейчас ещё как продолжится. Дело в том, что Николай Филиппович для всех приготовил подарки, Ларис. Да ладно. И мало того, что подарки, он ещё каждому подарку придумал именную частушку, которую мы сейчас с ним вместе попробуем сделать. Ждём! Ах, Лариса! Ох, Лариса! Ой, Лариса на всё сто! Без участия Ларисы не поженится никто! Опа! А я в ответ! Вот вам подарок! Ветка сирени упала на грудь, Милый мой, Колька, меня не забудь! Договорились! Хорошо. Ни к чему все охи-ахи, В передаче засветись, А без розочки, без свахи, Ну никак не обойтись! А я думала, другая рифма! Ларис, я тебя без розочки... Я тебя тоже люблю! Всё бы было застрелить! Вот и всё. Деньга на бочку, На бочку магическую. Василиса ставит точку нам астрологическую. Пожалуйста. Ну правда, конечно, с магической немножко не туда, Но за сердце спасибо. Колечка, щедрый вы человек. Сколько у вас сердца-то на всех прямо. И невестам, наверное, достанется тоже, да? Достанется. Так что пойдём за сердцем. У вас так жизнь-то поюзала. За семь лет. Довелось это самое. Но оптимизма не теряете. Вы настроены на новые отношения. Конечно. Здорово. Мне нравится, во-первых, ваша профессия. Свальщик и электрик в театре. Ну куда без вас? Да я не только. И что ещё? Я же из армии пришёл, У меня в военном билете было написано. Стрелок, курсантная электрика, Повар и танцор. А ведь я знаю, что вы чечёточку-то бьёте. Есть, есть немножко. Да, Коль, ради меня, пожалуйста, просим им. Ну там три движения, я не готов сегодня. А нам и трёх хватит. Куда? Ты смотри, что творит. Ну и так далее. А, байдеть! Вот как молодец. Бьёт, а бьёт, значит, любит. Да. Сколько же он был официальных? Ну, получилось как. У меня бабушка верующая держала мне в строгости. Я даже не знал, из каких деталей женщина состоит. Ну, бывает тогда, что, Лариса, как жили в то время-то? Ой, ну ладно, насеновал. Там они так пульпировали друг дружку, а те умоляют. О чём ты говоришь? Да-да-да, мне бабушка рассказала. Чё там творили-то? Ну, я пришёл в армию. Ну и на кухню познакомился. А тогда супинский кризис был, и призывали женщин. Женщин, девчат там, не знаю, кого. На кухню? На кухню. А там жарко. Ну, это хорошо. И всё на всех местах, халатики, вот это вот. Да, как бы прилегает. Да, ну дело в том, что... А при виде вас прям пугает. Какой-то эротический триллер получил. А это и было так. Это, Коленька, не триллер, это жизнь, милый. Нет, у нас как программа с героями старше 30-ти. Да, эротический триллер. Ой, не говори. И? Ну вот. Ну и познакомились, значит, это самое... Ну, сделала так, что, значит, вроде, значит, она была, это... Нигде, нигде не была. Целомудренная была. Да. А и вы как честный человек-то думали, раз вы у неё первый... Да, да, да. Ну и всё, значит, на военный билет расписались. И, значит, первое время всё было ничего. Ребёнка завели, всё, значит, всё было замечательно. Вот. А потом, значит, я получил квартиру, значит, устроил её на работу. Она была костелянша и выдавала всё, значит. Ей платили горючим. И пошло всё. Я, значит, обратился к маме, обратился к брату. Бесполезно. Думал, я не пью, я удержу. Не получилось. И вот, значит, это самое... У неё, значит, отец умер от водки, мать умер от водки, брат и младший брат. Кошмар, ребят. Ну, в общем, и жена сгинула или как? Развелись или она умерла? Умерла. Умерла, царствие небесное, грешное. А вот что у вас за история была уже в сознательном возрасте с итальянкой-то? Вы знаете, если бы мне сказали, что 65 лет, ты за женщиной, или, как говорят, и за бабой, ты бросишь всё, продашь и гаражи, продашь дачи и уедешь. Да ну, что ж, я и за бабой поеду. А чём ты? Ты прикинь, ему уже было 65. Когда с итальяночкой познакомился, она 65, да. А ведь получилось так, вот, я не скажу, что она красавица, значит, нормальная женщина, хорошая, значит. Наша? Из Магнитогорска. За лёгкой жизнью, видать, туда поехала, в Италию? Нет, она приехала не совсем так. У неё была своя фирма. И вот она, значит, разорилась, и она поехала на заработки. А тут встретилась со мной, значит. Женщина, говорит, это самое, там, в которой наша работа, ну что, тебе мужиков, что ли, не хватает? Смотри, сколько. Ведь она всё-таки пошла на то, чтобы, значит, на расходы вызвала, ждала меня, значит. А мне не отпустили. И мне дали только через два месяца. Когда дали, то уже квартиры нет, работы нет. Она мне звонит, значит, смс-ками, мы переговариваемся, потому что так очень дорого. Не приезжай, не приезжай. А я уже всё, я уже не могу понять. Всё продал, потому что и квартиру, и машины, и гаражи, всё подчистую. А где деньги-то? Что? Поменял на евро и туда? Я привёз туда, ей, значит, она же задолжала, я, значит, отдал, я всё, значит, погасила. Сам беспорток. Ну, вот такие-то мужчины, понимаешь? Ну, где есть любовь, Рост? Ну, уж не знаю, что у него там... Итальянцы деньги только вместе с руками могут отдавать, поэтому вы чего? Она прям в Италии, мужчины. Дурака нашла, называется. Я не согласен с вами. Ну, вот, вот говорят, если как-то говорят, вторая половинка, вот, значит, может быть, это так и было. Вы так и заметь, сколько времени прошло, а всё-таки всё равно у него вот это вот есть что, вторая половинка? Вторая половинка. Он о ней рассказывает с придыханием, даже с сравнением про первую, если бы вы знали, девочки, что это было. Почему не вместе? Ну, потому что он туда приехал, а ей он оказался не нужен. Даже не в этом дело. Хотя деньги взяла от вас. Работы не нашли. Даже итальянцам не могли найти работу. Я уж куда только не ходил, что только не делаю. Я, значит... Ну, деньги-то она взяла у вас, Коль. Ну, деньги-то взяла. Ну, и что, значит... А почему было не взять деньги и не уехать обратно в Россию? Как-то устроиться хотя бы с этими деньгами? Ну, мне на обратную дорогу надо было зарабатывать. Солеж? И он ещё её выгораживает. Она забрала у него деньги. Обобрала до нитки, конечно. Не забрала. Я просто отдал. Сам отдал. Я сам отдал. Почему? Мы цыганкам тоже сами отдаём. Понимаете? Это и другое дело. Деньги, видишь, говорит, не важно. Деньги. Забрала и забрала. И потом, если бы не услышал однажды гармонь русскую и не пошёл просто на звук, на родной, и не встретил нормальных музыкантов, братьев, которые сказали, мы тебе, отец, дадим заработать на обратную дорогу. Вообще непонятно бы, что бы ещё было. Ну, повезло вот так вот. Видишь, он, видно, из тех людей, которым всё равно судьба подаёт какую-то... Видишь, она говорит, повезло. Сейчас-то что? Чё, невестам-то предлагать будем? Или это к ним? У меня есть двухкомнатная квартира. Там живу с дочкой и с внучкой. Значит, в одной фирме хорошо зарабатываю. Пойдём на территорию жены, да? Как вопрос решать будем? Согласен, согласен. То есть будем искать жену с углом? С углом. Зачем жениться хотите? Чтобы что? Ну, для чего? Я готов начать новую жизнь. Готов, значит, построить. Готов купить тройный деточек. Чё купить? Тройный деточек. Если вы ещё детей родить хотите? Конечно. А так, зачем бы я пришёл сюда-то? Что мне здесь делать-то? Тройню! С ума сойти! Ты готова тройню родить? Ты что? Ну, в 70 лет, ну, послушай, надо уже как-то о внуках думать. Ну, как-то сказки какие-то читать. Нет, я думаю, что просто вы можете женщину обрести уже с детьми и внуками, и они могут быть как с тобой. Ну, это я не согласен. У тебя сколько внуков? Шесть? Шесть. Вот они уже есть готовые. Ты скажешь, у меня шесть внуков. Куда тебя тройню? У меня шесть. Для каждого возраста свои дела, понимаете? Молодые должны рожать, в среднем возрасте ждать внуков. Старые люди должны помогать правнукам. Это не развлечение, малыши. Это не развлечение. Да. Они же не игрушки. Дети, да. Тем более в этом возрасте. Мне кажется, это так гадско, когда приходят мужчины вашего возраста, и все хотят молодых. Я понимаю, дельфинье тело, молодое рядом с собой, это приятно. Но молодым женщинам тоже хочется рядом с собой молодого. Вот вы же, например, не стесняетесь сказать, что вам не нужна старуха, вам не нужна пожилая женщина. Подожди, ну какие мы старухи? Ну, на его взгляд, уже старые. Да он еще нас не знает и не видел. Ну, а мне, допустим, неловко вам сказать, ну так и молодой женщине не нужен старик. Не нужен, понимаете? Зачем вам инфаркт, инсульт еще? Что, он думает, ухаживать за вами будет? Нет, дело не в этом. А куда деть красивых женщин, которые в форме на свалку, что ли? Почему такое отношение к женщинам в возрасте? Почему, мужчины? Она все верно рассудила. За нас, за женщин заступилась. Я тоже вас призвала бы к тому же, к чему и Ларисе, но еще к другому. У стрельца есть одно достоинство самое большое и один самый большой недостаток. Слово оптимизм. Вот я хочу, чтобы ваш оптимизм приблизился к реализму. Давайте смотреть на жизнь реально, пускай даже радостно. Вот, и выбирайте женщин себе по сердцу и себе по возрасту. После рекламы у нашего жильфа состоится первое свидание. Не пропустите. Мама, а зайка, можно Левушку? Сливочное желе и мягкая карамель. Ммм, дико вкусные конфеты, Левушка. Славянка. Майонез Махеев – это отборные желтки, премиальное подсолнечное масло и лимонный сок. Поэтому он так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы смотрите «Лявая пожелница». У нас сегодня Николай. Идите, знакомьтесь с первой невестой. Удачи, проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. АПЛОДИСМЕНТЫ Все это вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Все это вам. Стихи и прозу. Заткнуть вы можете красой. Прошу принять вот эту розу, слегка покрытую красой. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Лидия. С кем вы пришли? Я с приятельницей Ларисой. Очень приятно. Все загадываете желания. Обязательно будете. Давайте посмотрим на экран. АПЛОДИСМЕНТЫ Лидия, 64 года. Пенсионерка. Подрабатывает педагогом в детском театральном кружке. Гордится тем, что много путешествует. Предупреждает, что не выходит из квартиры без прически и макияжа. Мечтает жить в Испании. Лидия вышла замуж за нелюбимого мужчину и прожила с ним в браке 25 лет. Когда дети выросли, подала на развод и предложила остаться друзьями. Надеется, что Николай сможет затронуть и ее сердце. АПЛОДИСМЕНТЫ Лидия, а как вы относитесь к возрастной дискриминации, весовой? Почему сегодня, если ты ниже метра 70, тяжелее 50 килограммов и старше 28 лет, ты уже не человек? Как вы к этому? Вот прокричите. Я была там возмущена. Я даже ножкой топнула. Ему нужна женщина, чтобы родила? Ну, сейчас начнем вооружать. А когда же жить-то? Когда жить, увлекаться поэзией, увлекаться путешествиями, в конце концов. Для себя пожить, в конце концов. Я умоляю. У меня 4 внука. Представляете, 4 внука. Мы с ними на велосипедах. Бабушка первая. Они за мной. Все говорят, ой, какая мама? Я говорю, какая мама? Я еще бабушка. Ты как выглядит хорошо. Молодец. Так выглядит хорошо. Молодец. Очень хорошо говорит. А муж где? А муж? Мужу 17 лет, как в разводе. А развелись почему? Ларочка, да развелись только потому, что дети выросли, поступили в институт, нас ничего не стало связывать. Интересы разные стали, поэтому разбежали. Не хочу плохого ничего о нем говорить, потому что он отличный отец. Отличный отец. А муж какой был? Вы же не любили, когда выходили замуж. Ну, как мне мама сказала, слюбится, деточка, стерпится. Не слюбилась, не стерпилась. Но вы же прожили сколько в месте? Ну, прожили 24 с половиной. Ну, немножко было бы. И вы все время осознавали остро, что вы его не любите? Прямо постоянно? Ну, я тебе, Василиса, открою секрет. Ведь практически процентов 80 россиянок в семье живут, не пьет, не бьет, не обижает. Какая любовь? До любви ли было? Выживали все? Я думаю, все женщины ради детей живут. Ну, не все есть исключения, но это редко. Но в основном. В основном. А вы, я знаю, путешествуете, в радость живете. Знаете, а у меня отличные дети. Отличные дети. Отличные дети, они помогают, вот так. А я сама вкалываю на свои 17 тысяч. Мы готовы к вам прийти на вашу территорию. Вы как на это смотрите? На мой титр... Но опять же, не роза все-таки, а не команда. С вами жить вместе. Нет, дело в том, что я, в общем-то, с Урала девушка. А, где ты с Урала? С Челябинска. А, средний Ураль. Поэтому, а сын купил здесь квартиру, они уже здесь 8 лет живут. И переманил, говорит, мамань, хватит там тебе одной. И вы живете у... Я сейчас живу с сыном, так что... Вариантов нет. Вот на нашу территорию как раз не получится. А у вас были отношения, по-моему, он из Германии был у вас женен. А-а-а. Расскажите. Даже это знаете. Вы поехали в Германию по приглашению друзей. Да, а там оркестр, а они же там играют, ух как, там все танцуют, там все... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну и музыкант, он скрипач. А вы такая ухоженная, вы такая искрометная, глаз горит. Ну тиранец. И немцы, конечно, для немцев как раз не существует, вообще для европейцев, для мира не существует вонзорство. И они, конечно, там ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. И он меня к себе там это играть, и в ресторан он там работает. А язык? А он русский еврей. Русский еврей, немец, там я даже не знаю, как это сказать-то. Ну понятно, из России. Вот. Ну и действительно, они умеют ухаживать. И закрутилось. И закрутились, и завертелось. Прямо как в студенческие годы. А почему ничем не закончилось? Почему вы сейчас не в Германии? А знаете, дорогая моя Ларисонька, дело в том, что когда мы, вот у нас отношения почти три года были, поехали, хотели официально все это сделать, а там очень умные Мэри и Перри, они сказали, что в таком возрасте, если вы были бы уже здесь у вас, или дочь, или сын были бы, мы бы с удовольствием разрешили, они просто нам не разрешили зарегистрировать брак. А без брака, ну мы какое-то время, еще два-три года поездили, и потом потихонечку, потихонечку все это ушло. Обидно, конечно, обидно, потому что это затратно очень, они должны были бы вам платить пенсию приличную, да, медицинская страховка и все, но для пенсионеров там жизнь, кто успел, конечно, шикарная. Вот так вот, видишь, как в Германии, молодцы, это у нас всех подряд прописывают. Лидочка, скажите, а сейчас замуж вам зачем? Да, знаете, вот не столько замуж, сколько бы иметь хорошего, преданного друга, а там уж как получится. Но он смотрит на тебя такими интересными глазками, да? Да. Такой прищурился. А сейчас хотите о чем-то, какие-то вопросы задать? Я хочу прямо искренне от вас услышать ответ. Нет, неужели такие мы вот в нашем возрасте немножко, я вас помладше на там десяток лет, и мы такие неинтересные? Я хочу еще детей, понимаете? А, детей. Лидия, я правильно понимаю, что вы как нормальная женщина не планируете больше этого события в своей жизни в 64 года? Спасибо, одного взгляда достаточно. Скажите, а почему мы все время съедаем обиды, оскорбления? Вот почему нам, почему мужчины могут, а мы стесняемся? Почему мужчинам, допустим, неприятно, им приятно молодуху, так сказать, любить и ласкать, а мы не можем сказать, что и нам хочется молодого. Ну и мы любим, ласкаем молодых, почему нет-то? Вот такая хорошенькая, да? Она симпатичная. Показывайте вы сюрприз, Лидочка. Николай, я хочу, чтобы эта мелодия и эти слова запомнились вам надолго, надолго. Красавица женщина. Да, молокописица, очень интересная песня. Песня. Осенние листья шумят и шумят в саду. Знакомый, дорогой, я рядом с тобой иду. И счастлив, не что-то, у сердца поет. С кем рядом любимый идёт. И счастлив. И смотрится хорошо. Красиво. Хорошая пара. И оба седые, посмотри. С кем рядом любимый идёт. Идёт. Пусть голый круг. Да. Спасибо. Да, не ожидали. Спасибо. Не ожидали, Лидочка. Спасибо. Выбрал. Выбрал девушку, смотри. Может быть, там уже не выходи. Николай, вы тут поаккуратнее взял, как говорится, за грудь женя, взял на руки и женись. Спасибо вам ещё раз за сюрприз. Проходите в комнату сегодня. Я так растерелась прям с мышкой. Николай и Александр, что вы скажете? Мне Лидия очень понравилась. И имя у неё прекрасное. Крымская Лидия. Вино такое, помните? Да. Прекрасно. Мне очень понравилась. Молодая. Зажигательная. Выглядит шикарно. Выглядит очень хорошо. А вы сами женаты, нет? Конечно. Я вот тоже смотрел на эту пару, когда они там танцевали. Но они смотрелись просто вот потрясающе. Я смотрел на них, и мне было приятно и радостно. Да, Лида рядом с твоим другом выглядит девчонкой. Да, конечно, да. Николай, как вам? Очень хорошая женщина. Распространяться долго не буду. Замечательная женщина. Нет, Лида не подходит нам. Женщина, она, конечно, хорошая. Никто не спорит, выглядит хорошо. Но зачем нам нужен гостевой брак? Извините, неделя на вашей территории, так у вас этой территории нет. Неделя на нее территории, а потом летом вообще не пойми куда. Как в путешествии. Нет, нам нужна женщина, которая будет рядом с нами, ухаживать, как говорится, за нами. Ну, чтобы все было вместе. Тогда зачем отношения-то? Мне же понравилась Лидочка. И еще раз говорю спасибо ее детям, которые дали возможность ей жить вот так легко. И живите, Лидочка. Зачем вам это нужно? Я думаю, друзей вы можете встретить в другой обстановке и... Ну, более, так сказать, приятных и похожих с вами по интересам. Лида правда чудесная женщина. Несмотря на то, что... Ну, она водолей с Венерой в рыбах. Несмотря на то, что она показала и свою независимость, и сумела свою точку зрения отстаивать. Набралась мужества вам сказать в лицо, что вы не правы, в чем она это видит. Но она еще, по сути своей, человек очень-очень нежный. В студии этого увидеть невозможно. Она была и в меру игривой, и в меру напористой. Но в жизни это нежнейший, душевнейший человек. Я считаю, что ни один мужчина не прогадает, если ее выберет. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Вторая невеста готовится к рандеву с нашим женихом. А пока реклама. Оставайтесь с вами. Майонез Махеев с лимонным соком. Махеев, я думаю о том, что ты ешь. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Николай. Идите, знакомьтесь со второй невестой. АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошко! Я иду, а встречай. Добрый вечер. Опа! АПЛОДИСМЕНТЫ Я потрясен, я очарован. Другой такой на свете нет. Я взглядом пламенным приколом. Примите розу в белый цвет. Спасибо. И вам взамен любовь и счастье эта птица приносит. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Галина, проходите. А это подарки для вас. Боже мой. Они просто роскошные. Это розы. Розовая роза. Да. Розовая роза. А это из бумаги, да? Да. Из зоны. Оригама. Да, красивые. Какая прелесть. Галина, дай Бог вам здоровья. А кто пришел вас поддержать? Подружки из хора. Мы в хоре поем. Лариса. Тоже Лариса. Слушайте, сегодня у всех будут все желания. И Татьяна. Давайте на вас посмотрим. Галина, 67 лет. Работала диспетчером в пожарной охране, водителем электрокара и электриком. На пенсии преподает оригами и поет в хоре. Гордится своими детьми. Мечтает переехать в Ленинградскую область. Предупреждает, что придерживается строгого распорядка дня. С первым мужем Галина развелась за месяц до рождения сына, а со вторым через месяц после рождения дочери. Надеется, что с Николаем она не будет чувствовать себя одинокой. Галыч, это у вас характер такой тяжелый или с мужьями не везло? Просто я хочу, как говорится, чтобы мне не указывали. Я хочу сама указывать. Хочу быть хозяйкой. А, а в чем мужья-то указывали? Вот вы вышли замуж. По любви? Первый раз. Да не так, как по любви, а так, как по молодости, по глупости. Ну, ясно. Забеременели. Сказали мужу? Нет, нет. Я сказала ему только еще, когда у меня только, это, как зашевелился ребенок. Вы ему сказали, что беременна. А он еще сказал? Да, а он сказал, да ты что, мы еще и не гуляли. Давай погуляем. Ну, а мне хотелось, я молодая, и чтобы ребенок у меня был. И вы ушли от него? Я сразу же это, да, ушла, сразу же на развод подала. Ну, видно, такая тетка выливая, да? Вот в декабре у нас развели, в январе родила мальчика. И он никак не одумался, не просил прощения, что в попыхах, может быть, сказал в сердце? Нет, ничего. Но когда я лежала в роддоме, мне сказали, что он приходил. Вот. И потом, когда я уже родила, я в общежитии жила, в Ленинграде. Вот. И он туда пришел, я девочкам сказала, не надо не пускать его. Вот скажите, вот почему, Галина, это характер плохой. Нет, я хожу судьбу. А человек может осознал, смотрите, а вы судьбу пацану вот так взяли и прописали, не такую, какая должна была, безотцовщина называется. Может быть, стоило как-то и просить, и дать ему шанс? Ведь приходил же и в роддом, и... Да, я просто сама себе сказала, я сама выращу, я для себя. Где сильные женщины, там чаще всего слабые мужчины. Конечно. Они сами делают мужчин слабых, сильные женщины. Когда я сына родила и поехала к маме в декретный отпуск, но видно где-то или у подруги, или чего, просто меня посватывали с другим мужичком. У меня сыну было как раз два месяца, видно, я ему понравилась. Он пришел ко мне, и мама говорит... В то же время это на руках с ребенком оставаться, тяжело было. Говорит, ну что ты будешь с ребенком делать, давай, спасибо, скажи, что этот тебя берет. То есть от родного папки сказали нет, а вот какому-то мужчине сказали да. Ну, по молодости наделать. Без мужчины не будешь бегать куда-то на сторону. Конечно, не буду. А это свой, рядом. И вы родили девочку. Да, я уже через два года родила девочку. А он хотел мальчика. Что получилось. Дурак. И когда ему сообщили, что вы родили девочку, он закрылся, залез под одеяло и сказал, что обидная вам. Да, да, да. А мама говорит, да Витя, да ты что, что случилось, ты из роддом пришел такой, и под одеяло, да она с двухстволку родила. Какой идиот, а? Двухстволку? Да. Девочка для него двустволка. Есть такие придурки-мужики, раз девочка, значит двустволка. И вы тоже собрались и выгнали его? Нет, нет. Я не сразу выгнула, мы пожили. Он стал пить, я терпела-терпела. Мама говорит, ну что ж, не повезло. Он и маму гонял, и меня гонял, с ружьем гонял. Ну выдержали же, правда, не сломались, не спились. Спасибо мне, спасибо у меня дети, такие прямо, я спасибо ему до сих пор говорю. Хорошие дети у меня. Очень прекрасные дети, очень прекрасные. А хорошо, откуда пожаловали-то? Откуда вы сами? Из Нижнего Новгорода. Ой, какие там женщины красивые. А у вас квартира, да? Квартира, комнатная, только за городом у меня квартира. Ну не с детьми живет. Ну вы не в гостевом браке-то хотите? Я хочу с собой его взять. Вот это другой разговор. У меня и речка рядом, и лес рядом. О, то что надо. У нас хор хороший, правда маленький, но мужчин у нас не хватает. Нам мужчин надо. А мы еще рукастые. И как раз вашего друга, и рукастого Николая. Я слышала, что он все может делать. Поедем в Нижний Новгород-то? Очень красиво. Подумать надо, что прям сразу... Обожаю ваш город, обожаю. А чего, а что думать-то? Все, он отвернулся, ему что-то не то. Какие вы видите аргументы против того, чтобы ехать в Нижний Новгород? Вот прямо сейчас. Да это рядышком. Вместе будем петь, плясать. Я тоже плясать могу. На корпоративах подрабатывать, правда? Посмотрим, как вы пляшете сейчас. Смотри, смотри, он гитару делает. Не смотрено было, это не признано. Надо на сцену выйти, цыганшка не касается. Конечно. Давай. Ох, молодец. Галина, давай, Галина. Браво. Спасибо, Галочка. Спасибо, дорогая. Спасибо, моя дорогая. Молодец, молодец. Спасибо. Спасибо. Вот и будем плясать вместе. По квартире. Галь. Из одной комнаты в другую. А уже ребенка хочет, представляете? У нас шесть внуков. Я уже прослушала. У меня ведь шесть внуков. И четыре правнука. Да. Куда же мне еще? Нет, это он иносказательный. Это он про личные отношения. Как бы хочу ребенка, это наша Василиса. А с сексом у нас все в норме. У меня две старшие внучки. Я тоже не знаю. А подруги знают, с сексом у нас все в норме. Секс, пожалуйста. Ну, зачем тройню-то, тройню-то зачем? А секс, пожалуйста, хоть утром. Молодцы, девчонки. Молодцы. Так порадовали, так порадовали. А сюрприз ваш? Еще раз? А нам надо переодеться. Пожалуйста, проходите. Ох, а жениху-то черного лебедя я не разглядела. Так, а почему мне не сыграли? На гитаре. Вот так вот. Почему вам не сыграли на гитаре? А, кстати, вот хорошего хотелось сказать сначала я, а потом вы. А, кстати, почему? А у нас, кстати, есть возможность поиграть на гитаре. Да, поиграй, пожалуйста. Ну, что это? Так. Опа. Это второе отделение. Какая молодец, а, Лидочка. Масала. Это еще не все, наверное. Браво. Браво. Спасибо, моя дорогая, спасибо. О, как борются. Если вы испании любите, то вот это вот все. А я думала, вон там что-нибудь, роман с какой-нибудь мне там на ножку припадет. Может. Нет, дорогая, это в следующей программе. Спасибо, проходите, галочки. Спасибо, дорогая. Николай, сюрприз готов для вас. Давайте посмотрим. Удовольствие. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Девочки, браво! Браво просто! Восхитительно! Потрясающе! Спасибо огромное! Проходите! А, Николай Александрович, что вы сказали? Вот так будет классно! Ой, какой город! И главное, ближний свет! И Галина прекрасная! Я думаю, нужно подумать! Николай, вам как? Невеста? Он сказал подумать! Нет, вы скажите, пожалуйста! Не разочаровывайте! Замечательный человек! Очень хороший, добрый! Поют хорошо! Вот! И... А возраст не смущает? Ваша ровесница! Смущает! Нет, младший! Смущает? Смущает! Роза? Мне Галина нравится! Вы знаете, это мужество надо иметь, чтобы вас взять в мужья! А она готова взять! Природа тебе! Ухаживать за вами будет! Что вам еще надо-то, а? Да! Потрясающая женщина! Которая вам предложит, предлагает приехать к себе и осчастливить вас! Возраст вам не тот! Так вы мне понравились в начале программы, а сейчас вы меня прямо против себя настраиваете! Ты понял? Никола! Вот у вас прекрасная совместимость по солнцу! Вы с ней одной стихии! То есть, просто прежде всего, человек, с которым вы лично с ним можете договориться! Я бы сказала, что это на 70% для вашего возраста прекрасная совместимость! Пускай даже нет какой-то большой такой аттракции или влечения! Сколько уже можно зажигать и какого рода влечения должно быть в этом возрасте? А потом, я сейчас грубую вещь скажу, но она, по-моему, в десятку! Про молодого мужчину можно сказать сексуальный, а про старого – похотливый! Если речь еще об этом идет! Совсем скоро жениху предстоит третье свидание после рекламы «Смотри на продолжительство»! Оставайтесь с нами! Вы смотрите «Давай пожениться!» И я предлагаю Николаю встретиться с третьей невестой! Проходите! АПЛОДИСМЕНТЫ Путь у цветочка очень малый, жаль, что жизнь довольно коротка. Пусть принесет цветочек Аллы здоровья, счастья на века! Спасибо! 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 Ирочка, проходите! Николай, проходите! Я хочу подарить вам удивительное блюдо – хачапури. Символ дома, уюта и тепла. Хачапури? Она грузинка, что ли? С кем вы пришли? Это мои подруги. Очень верные, преданные люди. Я люблю таких людей. Диана и Джульетта. Давайте на вас посмотрим. Ирина, 60 лет. Заслуженная артистка театра и кино Московской области. Гордится тем, что 10 лет назад впервые удостоилась главной роли. Мечтает о доме с фруктовым садом. Предупреждает, что не потерпит разбросанных по квартире мужских носков. После рождения ребенка муж Ирины признался в том, что встретил любовь всей своей жизни и ушел из семьи. Надеется, что Николай разглядит в ней свою женщину. Ой, ну вот и вы, Ирочка, тоже погорели на любви, да? Погорели. Рассказывайте. Не то, что погорели. Обычная история, мне кажется, таких очень много. Учились вместе в одном институте. Влюбились. Была влюбленность. Да он в вас влюбился, а вы как бы так приняли эту любовь. Влюбленность, да. Ну, я думала, что Яна 5 лет старше, надеялась, что он найдет себе пару. Ну вот, он настоял, мы поженились. Ну а потом он просто встретил судьбу. Так бывает. Мы уехали в Красноярск, и там работали в театре. Вот и он среди актрис просто нашлась девушка, в которой он любился. Сколько лет назад это было? Сколько вы прожили до этого? Это было, я сейчас скажу, 30 лет назад. Но вы уже успели родить, да, ребенка? Да, у нас родился Тимофей. А что вам мешало выйти второй раз замуж? У меня был гражданский брак, один и второй. Пока сейчас одна. И что? Почему не получалось? Второй муж был полицейский, сейчас полиция. Милиционер. Милиционер. Вот, он очень меня любил, просто боготворил. Еще бы. И он погиб. Второй был музыкант, я очень много пела. У меня было много сольной программы. Вот, но опять не сошлись характерами. Человек не мог выдержать моей занятости, постоянные гастроли. Вот это никому не нравится. Никому. Бедные артистки. Вы сейчас работаете? Я работаю в театре, я 30 лет работаю в театре. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, сын помогает? Мы друзья. Мы настолько преданы. Он связан со мной, пуповиной. А еще ребеночка родить как? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да. Родить как? Вот видите, какая нормальная реакция. Реакция та же самая. Так ясно. Я? Что мужчина вам может дать того, чего у вас сегодня нет? Мне кажется, что если человек меня поймет, поймет, что такое труд актрисы, что это бывает позднее возвращение домой, что это бывает отъезд из дома на долгое время. А ему что делать, когда вы отъедете? Понимать, понимать. Нет, тут он понимает. Вот он в холодильник подошел, открыл, а там мышь повесилась. А я, вы знаете, я уезжаю в школе. Там одинокая соседка Мария Ивановна, понимаете, которая пирожков вот так напекла. И она пришла к нему и сказала, Коленьке, да брось эту артистку, погорел в театре, и уйдет. Я не понимаю, что женщина это звено пищевой цепи. Что ли обязательно? Что мужчина это пищевой банно-прачечный кабинет, опять же уборщица, медсестра. А вы что думали, к нам так относятся? Пусть идет. Я думаю, что он ей неинтересен. И вот у меня мнение, что он вообще-то никому из вас, возможно, и не подходит. Меня все время журналисты спрашивают, говорят, вот, почему ты одна. Наверное, театр есть мой супруг, мой муж, моя семья. Может быть, поэтому одиночество. Тогда что вы можете предложить Николаю? Николаю дружбу. И контрамарку. И контрамарочку. Да? Вы очаровательны. Покажите, пожалуйста, сюрприз. Есть больше, что ли? Так, сегодня балуют, балуют жениха. Нам словами не согреться в час ночной. Слушать нужно сердцем милый, дорогой. Никогда не сосчитаешь в небе звезд. Без шипов нигде не встретишь рост. Молодец! А первое слово дороже второго, но ты не грусти. Другого такого, как ты молодого, нигде не найти. Слова ты не слушай, а просто получше. Глаза мне взгляни. И сразу увидишь, как розы нужны мне твои. Ириночка, спасибо вам. Вы потрясающие. Спасибо, девочки. Проходите с вами. Жива? Молодец! Молодец! Николай Александрович, слушаю вас. Мне очень понравилась Ирина. Не мне, конечно, выбирать из трех протенгентов свою жену. Ларису я уже выбрал. Ну, а Николай Филипповичу стоит задуматься. Какая прекраснейшая. Зачем вы нас рассекретили, Александр? Прости, Лариса. Ну, она очаровательная. Она очаровательная. Просто очаровательная. Кулечка, что ты скажешь? Нет, ну, действительно потрясающая женщина. Замечательная актриса. Достойная. Да, видно, что... Ну, с ней приятно. Общательно мне кажется, что это все-таки не совсем вариант для Николая. Почему? А вот, не знаю, тем не менее, потому что вот эта жизнь актерская, она очень неустроена, всегда бывает в бытовом плане. А Николай, все-таки, мне кажется, нужна немножко другая женщина, которая будет чуть ближе к искусству народному, к тому, которым занимается наш жених. Роза. Ирина, мне тоже понравилась. Интересная женщина. Но ухаживать она за вами не будет. И привычки свои менять не будет. У нее есть с кем жить, внуками, сыном, театром. Тем более, она прямую сказала, я замужем за театр. А извините, двоемужества у нас в России не принято. Мы артистки народ балованный, привыкли к вниманию. Нам оно нужно в избытке. А вы зациклили на себе. Вы любите себя больше, чем женщину, которая будет рядом с вами. Мы уже, понимаешь, одно дело в молодости встретились и как бы притерлись. Взгляд ты видишь такой властный немножко. Я могу сказать, что смотрю на Ирину, и я понимаю, что ей сейчас действительно незачем в эти отношения. Женщины знака весов вообще достаточно часто, лет до 40, в мужчине нуждаются всегда, каждый день с утра до вечера, а после 40 становятся абсолютно самодостаточными и гармоничными и без мужчин. Со мной очень трудно будет ему. Кого будете советовать другу? Я бы советовал только Ирину. Кто бы сомневался? Но как мужчина он меня не затронул. Абсолютно. Коля, а ты что скажешь? А я, несмотря на потрясающие вкусноты хачапури, все-таки бы советовал бы Галину. Мне кажется, что она будет ближе. Борисовна, тебе Никола понравился? Понравился. Берем? Берем. Ну вот я смотрела на невест, на вас, и поняла, что вообще у старости очень много удовольствия, не меньше, чем в молодости. И те удовольствия, которые есть у вас сейчас, мне кажется, они более цены. Путешествия, петь в хоре, наслаждаться жизнью, не быть привязанным, не быть никому обязанным, в общем-то, кроме себя. И мне кажется, что Галя и кросс предоставит, и ухаживать будет, да еще споет с вами, да еще за это. И живет, в общем-то, в принципе, не в Москве, там, загазованной, а на природе. А в этом возрасте на природу очень даже тянет. Меня тоже, кстати. Я за Галечку. Если войдет, ты выйдешь? Выйду. Еще б не вышло. Попробуй, только не выйди. Когда сидели здесь все три наимилейшие, наидостойнейшие женщины, я все время представляла маму, которая не намного старше этих женщин. Моя мама вдова. И я думала, что бы было со мной, если бы сидела здесь моя мама. И вы вот так же бы снисходительно относились к их возрасту. Я бы, наверное, вас убила. Потому что, ну, нужно защищать кого-то. А потом я подумала, это вот моя мама не смогла бы защитить себя. Вот в вашей ситуации, потому что, ну, такую жизнь прожила. А из этих женщин никто не даст себя в обиду. И уже счастье. Поэтому я как-то перестала переживать и думаю, ну, получится, не получится. А может, кто-то вас проучит. А может, кто-то вас чему-то научит. Поэтому любая из этих женщин, любая, для меня они все равноценны. Он недостойный. Вам очень подходит Галина. Я вам искренне ее советую. В совместимости в вашем возрасте 70%. Это очень много. И это достигается очень редко. Поэтому Галина и только она. Но он к ней не выйдет. Он к Лидии пойдет, посмотришь. Ну, я думаю, вы определились, куда пойдете. Поэтому проходите, а мы вас в любом случае поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с именем героя на номер 4 четверки. Вера, 25 лет, номер 2191. Менеджер по продажам. Любит посещать галереи, играет на виолончели и фортепиано. Мечтает создать крепкую и дружную семью. Хочет познакомиться с умным и образованным брюнетом спортивного телосложения от 25 до 35 лет. Окси, 28 лет, номер 2192. Певица и бизнес-леди. Любит путешествовать. Предупреждает, что боится живых бабочек и не любит клоунов. Познакомится с надежным, брутальным и ухоженным мужчиной, которому сможет доверить свои тайны. Мы не знаем, будет Николай один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти и его поддержать. АПЛОДИСМЕНТЫ Проходите ко мне, проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, ко мне, ко мне, Николай. АПЛОДИСМЕНТЫ Что-то ты уговариваешь. АПЛОДИСМЕНТЫ Пойдемте? АПЛОДИСМЕНТЫ Вставайте рядышком. Так, что-то я не поняла. Минуточку. Вы вышли один, а сейчас вдруг... Нашел. Я предложила ему дружбу. Как пару я его сказала, что не вижу. Вот, но вот он настоял, чтобы я подошла сюда. А этого достаточно для вас, да, оказалось? Вот этих двух минут? Нет, все равно я предлагаю только дружбу. АПЛОДИСМЕНТЫ Тогда я вынуждена сказать, чтобы вы проходили, да, а вы оставайтесь рядом со мной. Сегодня у нас нет пары. Мы дарим вам эти замечательные конфеты Лёвушка, а конфеты на фабрике Славянка. Они созданы, чтобы поднимать настроение. Славянка несет радость людям. АПЛОДИСМЕНТЫ Если вы тоже одиноки, заполняете анкету на сайте Первого канала, восстановитесь участием программы. Если вам понравился тот из участия сегодняшней программы или хотите с ним познакомиться, отправляйте СМС имени у героя на номер 4-4. Я Ларису Гузеевой желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал нам. Давай, пожелись. АПЛОДИСМЕНТЫ И вдруг смотрю, бабка летит на крышу. У вас на данный момент, вокруг вас очень много мужчин. Одна дама у меня в доме решила на 20 лет старшими приворожить меня. Поэтому куда идут? К экстрасенсам, которые вот этот... Там что-то такое... Прану качают. А она ноги скрестила, незачетно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...